Добрый вечер, господа! Начинаем наш большой ежедневный вечерний интерактивный канал «Реальное время» у микрофона Юрия Пронько. Напомню, в самом начале средства коммуникации многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495 для звонков, финам.фм Наш портал в интернете для ваших писем, сообщений, вопросов, мнений. Там же идет и прямая веб-трансляция, то есть вы уже видите моих гостей в студии прямого эфира. Буквально через несколько секунд я их представлю. У нас сегодня будет, как мне представляется, важная и интересная тема. Ну а с 20 до 21 часа мы будем с вами подводить итоги дня. Я сегодня выбрал три темы. Одна из тем, которая, в общем-то, еще пока не попала в зону широкого такого общественного обсуждения, но во властных структурах очень активно эта тема дебатируется. В России могут создать единый следственный комитет. Вот в чем суть очередной реформы силового блока. Означает ли это усиление Александра Бастрыкина? Означает ли это, что ФСБ и другие силовые структуры потеряют функции, свои следственные функции? Об этом будем говорить предметно в следующем части. Сегодня, кстати, появилась информация, что якобы данная тема обсуждалась на Совете Безопасности России. Ну, со слов Дмитрия Пескова, насколько я понял, все-таки заседания как такового еще не было, но тема очень серьезно действительно обсуждается. К чему это приведет, будут у нас эксперты. Не мог я пройти сегодня и мимо создания комитета Госдумы по СМИ и харизматичного теперь руководителя этого комитета, господин Митрофанова. Алексей будет у нас в гостях в итогах дня в следующем часе. И все-таки предметно также попытаемся разобраться с фильмом «Невиновность мусульман». Я напомню, что один из российских судов сегодня признала эту картину экстремистской, но тут же появилось заявление Генпрокуратуры, которое разъясняет, что это пока промежуточное решение. Все это связано с функционированием такого видеохостинга, как YouTube. Вот это все мы обсуждаем с 20 до 21 часа. А прямо сейчас иностранцам нужны наши больные, заключенные, честные выборы. А нам это надо? Реальное время на Финам. То есть на что я сегодня пошел? Я пошел на беспрецедентное приглашение сюда в студию людей, которые, в общем-то, занимаются разными направлениями. У них разный функционал, но, тем не менее, они объединены одной предметной тематикой. Я с удовольствием вам представляю моих гостей. Начну с единственной дамы. Это Екатерина Бермант, директор фонда «Детские сердца». Екатерина Ратвит, добрый вечер. Здравствуйте. Это Григорий Милконьянц, исполнительный директор Ассоциации «Голос». Григорий, добрый вечер. Добрый вечер, заместитель. Заместитель. Что же мне, ну, значит, повысит. Вот видите, мои продюсеры вас уже возвели в исполнительного директора. И Сергей Никитин, глава российского отделения правозащитной организации «Амнестия Интернешнл». Сергей, рад видеть. Добрый вечер. Господа, вот смотрите, вся эта история с USAID, в общем-то, она так схлынула, да. В меньшей степени сейчас на информационных лентах появляются сообщения о взаимоотношениях российских, скажем так, контрагентов, я вас буду так назвать, да. И структурами, которые оказывают поддержку, помощь, я не знаю, может быть, уже общество и забыло эту тематику, но мне представляется она крайне важной. Григорий, давайте с вас начнем. Все-таки голос, это голос, да. Вы уж серьезно так отличились на последних парламентских выборах со стороны власти. Ваш адрес, я имею в виду, организация, много было сказано и приятного, и нелицеприятного. Вот на самом деле вы очень плотно сотрудничаете с иностранными грантодателями, я так скажу. И в чем суть этих взаимоотношений? Ну, суть взаимоотношений очень простая. Любая российская некоммерческая организация может искать средства. В частности, как внутри страны, так и за рубежом. И один из таких источников, это гранты иностранных каких-то организаций, фондов, различных посольств в том числе. Эти конкурсы, они публичные. Любая организация может зайти на сайт этих организаций, фондов, найти конкурсные заявки и увидеть тематику. Там защита прав человека, экология, какие-то проблемы, связанные с медициной и так далее. И мы занимаемся поиском таких средств. Спектр очень широкий. Широкий спектр. Это не запрещено законом. Это разрешено российским законодательством. Гражданский кодекс разрешает получать пожертвования от иностранных, в том числе, организаций. И организация, например, голос для того, чтобы заняться каким-то проектом. В частности, например, наблюдение за выборами. Мы ищем финансовые средства. Находим какую-нибудь заявку, которая есть на сайте, в интернете. И видим, что тематика совпадает с нашей деятельностью. Мы пишем, согласно условиям темы, сроков и бюджета, заявку. И если мы по конкурсу проходим, то нам эту заявку одобряют, и мы получаем вот это пожертвование. Соответственно, у нас достаточно широкий спектр вот таких организаций, от которых мы получаем поддержку. В частности, USAID. Это больше 50% наших средств, которые голос получает сегодня, это средства USAID. И поэтому вот их уход для нас, конечно же, определенная там тоже финансовая дырка в нашем бюджете. Ну, то есть вы иностранные агенты. Ну, нет, мы не иностранные агенты. Вот в той редакции, как приняла Государственная Дума. Нет, нет, нет. В той редакции, которую приняла Госдума, вот в частности, голос, мы не признаем себя иностранным агентом, потому что мы не являемся проводником каких-то там интересов иностранных государств внутри страны. Этот закон, мы, вот говорят там, правозащитники бойкотируют. Мы не бойкотируем. Вступление в этот список иностранных агентов добровольное. Соответственно, каждая организация, ну, на свое усмотрение считает на себя иностранным агентом. Мы вот не считаем, потому что мы считаем, что честные выборы проводятся в интересах российских граждан. И никакой иностранный государство не может сказать, что как бы там, значит, в интересах Америки, в России честные выборы. Конечно, нет. Мы заинтересованы в этом. Это глупость, по-моему, вообще вот утверждать подобное. Екатерина, я хочу теперь с другого ракурса, да, это политическая тематика, это честные выборы, которые, как мне представляется, действительно очень важный момент для каждого здравомыслящего, по крайней мере, человека, да. Но не менее серьезная тема – это поддержка, помощь, которая оказывается юным россиянам. Вот я хочу понять, а фонды действительно очень активно используют зарубежную помощь, да? На какой основе она предоставляется и можно ли вас записывать в иностранные агенты? Меня точно нельзя. Я ни разу не получала деньги из границы. Как правило, действительно, грантами из-за рубежа пользуются те, кто не может по разным причинам получить их в России. То есть правозащитные организации, то есть организации, предположим, гражданские и так далее. И это понятно, потому что не хочет никто здесь брать на себя такой риск и поддерживать, например, честные выборы. Казалось бы, конституционная права. Да, да, да. Но все боятся. Это понятно. Это понятно. Я считаю и глубоко уверена, что случай с кошельком Романовой показал, что не надо бояться просить деньги здесь внутри. На самом деле нас так много, что мы вполне можем справиться с финансированием любых проблем за счет своих внутренних ресурсов. То есть вы там убеждены? Я в этом убеждена. Это сложно наладить, потому что, безусловно, призыв к Болотной площади был услышан тогда, и вот на волне общего энтузиазма и, в общем, какого-то братания и любви, да, кошелек Романовой работал. Это трудно наладить, но это возможно. И я считаю, что нам действительно нужно, если мы... Я здесь выступаю не как директор фонда, который занимается сбором средств на операции маленьким детям, на кардиохирургические операции, а именно как активный участник Болотной и... Гражданское общество. И просто член гражданского общества, который всячески пытается это дело, насколько возможно, частному гражданину поддерживать. И мы можем сами, сами финансировать свои гражданские чаяния. Но, поскольку есть возможность получить эти деньги уже отлаженным путем, мне кажется, что глупо и, в общем, как-то мелко пытаться помешать Америке или Нидерландам или как-нибудь еще государству помогать нам строить наше гражданское общество. Если наше государство... Словами, российские парламентарии мелочные в своих подходах. Мне кажется, что они просто такие... Это какая-то мышиная возня. Даже неловко за них. Да, и вы знаете, я практически через день испытываю это чувство в отношении российского парламента. Я говорю это с очень большим сожалению, на самом деле. Сергей, а вот на ваш взгляд, эта тематика действительно так вот за уши притянута политиками? То есть вот эти вот обвинения, что вы работаете... Началось с чего? С Госдепа, да? Вы агенты Госдепа. И пошло-поехало. Ну, началось, на самом деле, раньше. Если мы вспомним 2006 год, то это был, наверное, первый, так сказать, аккорд со стороны российских властей, когда было изменено законодательство в отношении общественных организаций и были введены совершенно драконовские меры по отчетности, которые на самом деле были направлены на то, чтобы усложнить работу. То есть завалить организации колоссальным количеством рутинной какой-то деятельности. Там каждые три месяца строчить отчеты, а мы, всякий знает в нашей стране, насколько сильно придираются к неправильно поставленной точке. Нынче, я полагаю, что тот уровень гражданского общества, активности гражданского общества, который наблюдали, в том числе и из охотного ряда, он, очевидно, определенные умы, страдающие какой-то, наверное, степенью паранойи, заставил произвести вот такие вот изменения. На самом деле, вот сегодня, в конце сентября, мы же видим, что буквально каждый день нас, в кавычках, радует новыми инициативами. То есть поток пошел просто какой-то нескончаемый, и каждая идея поражает своей, как бы это элегантнее сказать, необычностью и ожидает, что же будет следующее. И все это, в общем, на мой взгляд, наследие, вернее, реакция на то, что произошло в декабре прошлого года, на вот эти вот тысячи людей, которые... То есть это страх. ...вышли. Ну, наверное, не думаю, что они очень сильно боятся. Я думаю, что это какая-то попытка непонимания вообще отсутствия. Ведь мы как бы не враги, мы все граждане одной и той же страны. Вот я предлагаю сразу после краткого выпускного новостей вот эту мысль обязательно продолжить, да, потому что одних сейчас превращают во врагов, причем даже не стесняются в риторике своей словесной, да, а другие говорят, ребят, да нет, мы граждане собственной страны, мы просто хотим, да, чтобы в этой стране соблюдался закон и соблюдалась Конституция. Ничего другого мы не требуем. Краткий выпуск новостей, затем продолжим реальное время. 19 часов 18 минут, это реальное время, Финам-ФМ, здесь Екатерина Бермонт, Григорий Милконьянс и Сергей Никитин говорим о том, кто из нас делает врагов, кто вообще решил сделать врагами тех, кто взаимодействует с зарубежными организациями, кто вообще общается с Западом, да, с гнившим Западом. По версии для внутреннего употребления, при этом отдельные депутаты туда экспортируют у нас демократию, да, туда же они экспортируют своих детей, любовниц, жен, активы и все остальное, но при этом нас учат жизнь. Сергей, я вот хочу просто продолжить наш диалог с Сергеем Никитиным, вот на ваш взгляд, это осознанно делается? То есть вот поделить опять на красных и белых? По-моему, это просто непонимание, потому что осознание это когда человек что-то все-таки как-то смекает и как-то просчитывает свои дальнейшие шаги. Вот то, что я вижу, мне представляется это нечто абсолютно с непросчитанными шагами вперед и какие-то действия непроактивные, реактивные. Вот что-то случилось, они думают, ага, сейчас мы вот так, вот так, вот так эти дырки залатаем и ситуация изменится. Что касается вот противостояния свои враги и иностранцы, не иностранцы, да, вот по долгу службы мне приходится общаться с многими дипломатами из многих стран. И меня, честно говоря, говоря восприненным языком, как российского гражданина, огорчает неготовность, скажем, российских высоких чиновников, российских дипломатов общаться с представителями гражданского общества. Налицо некая высокомерия. В то время как за границей, скажем, мне было абсолютно легко устроить встречу с довольно высоким сотрудником Скоттланд-Ярди, потому что меня интересовала одна определенная система жалобы на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов, как это делается в Англии. А здесь жлобизм. А здесь мне строило колоссальных трудов при помощи Эллы Александровны Памфиловой, но это я первый и единственный человек в Amnesty International, который встречался с человеком на уровне министра. С Нургалеевым была встреча, без Эллы Александровны ее бы не состоялось, это абсолютно невозможно. И мои коллеги, которые до этой встречи и после приезжали, все попытки встретиться с людьми уровня министерского всегда терпели крах. То есть вот эта неготовность российских властей вести диалог с представителями гражданского общества, с представителями общественных организаций, ну и вот все эти чудесные законы, все они, все это рисует такую вот картину действительно некой войны, красные и белые. А ведь люди, подавляющее большинство людей, которые живет на обширной территории нашей страны, они же смотрят телевизор, они что там видят? Они видят ту картинку, которая им подается через этот телевизор. И граждане, не совсем понимая, что такое гражданское общество, что такое общественные организации, они себе вырисовывают какие-то фантастические такие образы неких злодеев, шпионов, которые вот за серебряники готовы продать родину, подлецы такие. А проблема гораздо шире, и ее не понятно. Вы считаете, что они что-то просчитывают, да? Вот у меня порой такое впечатление, что они вообще уже ничего не просчитывают. Один шаг вперед, это, по-моему, самая не просчитывая. У меня есть аллегории на эту тему. Я себе представляю их, вот им в глаза светит такой ослепляющий, такой жгучий свет. Они потеряли как бы вообще ориентиры, то есть они не видят, что происходит. И вот нащупали на стене много-много в ряд выключателей. И вот они помнят, что эти выключатели что-то выключают, но не помнят что. И они думают, что они выключат сейчас этот свет, который просто уже им сжигает глаза. И они, зажмурившись, начинают эти выключатели поочередно выключать. Думают там на митинге, давайте мы запугаем их, чтобы они там боялись выйти, потому что их там посадят. Раз, щелкнули, продолжают выходить, люди не боятся. Там, значит, некоммерческие организации, там доклады, там права человека нарушаются. Здесь выборы фальсифицируют. Здесь у нас, значит, медицина в полный крах. Тут в тюрьмах у нас там проблемы. Тут, значит, в полиции пытают и так далее. Давайте выключать. И начинают выключать. И в итоге они дойдут до последнего выключателя, который должен выключить их, по сути, потому что они не хотят признаться, я думаю, что и самим себе, что многие проблемы, которые сейчас у нас в обществе-то есть, проблемы-то они сами и создают. И для внутреннего пользования им выгодно сейчас раскручивать карту, что давайте, значит, кто у нас во всем виноват? Запад. Значит, что Запад у нас здесь делает? Давайте пусть будем считать, что финансируют некоммерческие организации, а они разваливают там нашу страну. И вот это, что самое страшное, согласен, когда вот два лагеря будут белые и красные, там, значит, эти будут конфликтовать с этими, воевать и чувствовать, что, значит, у нас в стране есть вот эта пятая колонна, которая пытается развалить. Вот это страшно, потому что это называется гражданская война. Я, конечно, сейчас такими категориями, большими москами, категоричными, но это вот эта риторика. Вот это говорит о том, что у нас есть шпионы, что у нас есть вот эти деструктивные элементы, которые занимаются непонятно чем. И я думаю, что самое главное, вот нам, в том числе некоммерческим организациям, людям объяснять, чем мы занимаемся. Потому что мы прежде всего занимаемся, ну, не знаю, может быть, люди об этом не догадываются, не понимают, защиты их собственных прав. Потому что куда они идут, когда у них возникают проблемы? Очень часто, если люди не находят поддержки в органах власти, они идут в некоммерческие организации, которые им помогают. Если там, не дай бог, там проблемы, там, значит, в местах лишения свободы, идут к правозащитникам, которые поднимают этот вопрос на такой высокий уровень, потому что органы власти не справляются своими задачами. Если фальсифицируют выборы, невозможно через суды и через избирательные комиссии ничего добиться. Значит, идут к нам, чтобы мы им помогали привлечь к этому внимание, написать жалобы, там, эти заявления. То есть, а власти невыгодно, чтобы существовали такие организации, которые на поверхность выносят, вот знаете, вот эту, ну, к сожалению, неприятную информацию. Мягко говоря, неприятную информацию. Да, поэтому финансировать такие организации, ну, некомфортно для себя, я бы сказал, даже небезопасно. Существуют же президентские программы, эти гранты. Ну, посмотрите, кому они дают эти средства. А кому они дают, Григорий? Я вот как-то не интересовался. Сейчас в три раза увеличили это финансирование, мы неоднократно подавали эти заявки, к сожалению, так и не получили этих средств. Я так и представляю, заголовок «Голос получил грант президента Путина». Тройные восклицательные знаки, аплодисменты, переходящие в овацию. Да, вот мы считаем, вот анализировали многие программы, которые близки к нам, что, по сути, это такие, ну, не клоны, да, это провластные такие организации, которые в мире называются Гонга, то есть, вот, организованные государством, если вот так коротко это перевести. И эти организации занимаются такими одобрямцами любых инициатив власти. То есть, они занимаются поддержкой, по сути, власти на наши бюджетные средства. То есть, вместо того, чтобы некоммерческие организации, ну... Но представляется это, типа, как поддержка гражданского общества. Ну, посмотрите, у нас там тысячи-тысячи этих организаций, они вам скажут, есть и такие, и такие, и такие, которые сидят во всех их советах общественных, при всех министерствах там и ведомствах, которые поддерживают их там любую инициативу. Но при этом они из-за этого сами же власть потеряли обратную связь. То есть, ну, как, они собираются всех, все говорят, все хорошо, отлично, все прекрасно. И у них теряется ощущение реальности. Скажешь, что они выходят на баллы? А эти адепты Запада. А эти Запады, да. А что люди выходят, мы так и не можем понять на улице. Мы же обсуждаем все вроде бы ничего у нас в стране. Екатерина, вот на ваш взгляд, адекватность-то есть у власти у нынешних? Уж простите за столь категоричные вопросы. Ну, вот не везет нам с адекватностью власти, но просто на протяжении всей истории России. Вот нету никакой адекватности, к сожалению. А в чем причина? Может, мы на самом деле какие-то не такие, да? Конечно, нам надо было тщательнее выбирать. Но нас никогда не ставили перед действительно свободным выбором. Нам всегда предлагали какие-то решения, не спрашивая у большинства. А что делать в этой ситуации? Вот смотрите, я соглашусь с Сергеем, госпропаганда работает. Соглашусь с Григорием, да, где они создавали вот эти фонды, центры. Слушайте, на самом деле, там вот политологов уже на все случаи жизни можно предусмотреть. И я уже знаю, кто что будет говорить, да. Прежде всего. Что делать? Вот люди это все впитывают, да. Они вот далеко за пределами Москвы, в общем-то, настроения действительно несколько иные, мягко говоря. Безусловно. Прежде всего нужно понять, что мир открыт. Он очень маленький. И все мы вокруг уже просто все знаем друг друга. Его не надо бояться, этот мир. Никто нас не хочет ни завоевать, ни поработить. И хватит уже навязывать этого мальчиша-кибальчиша вот взрослым людям. Это смешно. Но если нам кто-то хочет помочь, то эту помощь надо принять с благодарностью. Потому что очень трудно помогать огромному количеству людей на просторах нашей Родины. Нуждающихся там гораздо больше, чем тех, кто чем-то доволен и полностью обеспечен. За эту помощь надо сказать спасибо. И все. Получается, что вот впаривают уж, простите за этот жорганизм, да, такую тухлую, такой тухлый продукт. Тухлый продукт. Это вот опять начинается железный занавес. Опять начинается вот эта пропаганда, что Америка, она нас... Сволочи. Обязательно хочет, обязательно почему-то хочет нас как-то подмять. Не хочет? Ну, не хочет. Может быть, она очень сильно втайне опасается, что если хоть как-то не влиять на процессы, мы совсем распоясаемся, и тогда от нашего маленького шарика ничего не останется. То есть вы думаете то, что этому можно противопоставить разъяснительную работу? Мне кажется, что этому надо противопоставить разъяснительную работу. Знаете, вот я тоже так думал. И у меня такое было убеждение до момента, когда я пообщался с социологами, да, которые непридворные. На мой вопрос, насколько эффективно зомбирует госпропаганда, они мне сказали, Юра, очень эффективно. Да, пропаганда прекрасная вещь. Эффективность просто запредельная. В конце концов, что сделала пропаганда с прекрасной, милой, уютной страной Германии? Мы все помним, чем это дело закончилось. Это закончилось мировой войной. Вот наша пропаганда работает в таком же деструктивном стиле. Но противопоставляет граждан одной страны друг к другу, натравливает фактически. Да, существует вот этот некоторый креативный класс, который чего-то, понимаешь, хочет. Но это меньшинство. Безусловно, меньшинство, но тем не менее. Тем не менее, нельзя противопоставлять людей внутри одной страны друг к другу. Это просто опасно. Даже если ты решаешь с помощью этой драки свой семинутный вопрос, это может вылить неподконтрольные вещи. А может быть, это и есть стратегия? То есть, понимаете, да? Натравливать. В мутной воде рыбка ловится. Но вы помните, разделяй и властвуй. Абсолютно. Я не знаю, у Путина лежит в Макеавелле, как у Сталина, или не лежит. Наверняка какие-то рекомендации тоже есть. Сергей, что делать в этой ситуации? Извечный русский вопрос. Кто виноват, мы определили. Натравливание все-таки это тактика, скорее, чем стратегия. Потому что стратегия – это нечто спрогнозированное вдаль. А как мы вот здесь уже, по-моему, все сошлись в мнении, что особого искусства в экстраполяции мы не наблюдаем у властных структур. Я вот что хотел, слушая всех, добавить или сказать. Смотрите, вот этот вот взлет, который мы все видели в декабре, взлет активности гражданского населения, меня как-то заставляет думать, что происходит изменение в силу того, что новое поколение людей приходит. И там молодежь, которая нынче выходит на болотную... Я понимаю, что мы в Москве тут вольны говорить о том, что происходит в Москве, а если мы поедем в какую-нибудь Бузулу, Каренбургской губернии, то там совершенно другая история. Возможно, да. Ну, хорошо, где-то что-то начинается всегда с какого-то одного или двух, трех мест. То есть это новое поколение. Следующий аспект, довольно важный, что отличает от предыдущих мрачных лет, это возможность, в общем, свободного выезда и посмотреть, как оно там. И увидеть, понимаете, вот как простейший пример, несмотря на все хамство автолюбителей, автоводителей, все чаще и чаще при переходе через зебру автомобили останавливаются. Они все в отпуске побывали. Они в каком-нибудь Дании поражались, что чуть ты только ногу заносишь на зебру, автомобиль как вкопанный встает. И хочется людям все-таки быть немножко хорошим. При этом, конечно, есть придурки, которые убивают людей, сносят какие-то площадки. Ну, от дураков как бы спасения нет. Вот, то есть вот эта вот вещь, это единственное, что какой-то в тяжелую минуту печальных раздумий, единственное, что вносит какую-то светлую надежду, это подрастающее поколение. Хотя те же разговоры с теми же социологами Левада-Центр в общем слегка более печальную картину рисую, потому что у них есть свой взгляд, свое понимание, что руководит, что вообще является таким императивом у этого молодого поколения. Но все-таки я считаю, все меняется. И вот тот, может быть, генный страх, который, наверное, и у меня есть, человека, прожившего большую часть жизни при советской власти, с которым я, наверное, постоянно борюсь в самом себе, эта вещь отсутствует во многих молодых людях, которые всегда... В оптимист, я более пессимистично это смотрю, но об этом поговорим подробнее после краткого выпуска новостей. 19 часов 33 минуты, реальное время Финам.фм. Здесь Екатерина Бермонт, Григорий Милкоянц и Сергей Никитин. Наш многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. Финам.фм – это наш портал в интернете. Соответственно, для ваших звонков и писем на сайте идет также и прямая веб-трансляция. Григорий, а на ваш взгляд, вот все-таки мы говорим там, вот у Сергея Надежда молодого поколения, у меня нету Надежды молодого поколения, да? Значит, то, что я порой слышу, меня в такой шок ввергает. Они не знали и не видели, и их еще не было, когда был СССР, да? Но они считают, что это был зенит славы просто, это был венец истории, всей тысячелетней истории, да, России, там, или иного государства, которое создала российская нация. У вас есть надежда? Не на молодежь? Или вот на что вы надеетесь? Власть, судя по всему, вот она своими последними решениями дает понять, меняться мы не будем. Мы будем вас крутить по полной программе. Ну, во-первых, я хочу сказать, что если бы у меня не было надежды и веры, я бы не работал, не занимался тем, чем я занимаюсь. Потому что для меня принципиально важно, что то, чем я занимаюсь, когда-нибудь принесет, на мой взгляд, все ощутимые плоды. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь выборами, да, наблюдением за выборами. И многие столкнулись с тем, что на думских выборах, на президентских видели просто десятки тысяч человек, которые никогда не интересовались ни наблюдением за выборами, ни вообще этими избирательными компаниями, они пошли в наблюдателя. Я в Москве сам проводил десятки тренингов. И я видел людей, которые приходили. Это средний класс. Это люди, которым, как сказала Ксения Собчак, есть что терять. Они пришли защищать себя. Просто пришли защищать себя. Они говорят, научите нас, как действительно участки, противостоять фальсификациям, нарушениям. И эти люди никуда не делись. Сегодня идет подготовка к выборам в Московской области. Например, самые яркие выборы в Химках. Люди, эти несчастные 70 участков, на эти участки записываются кучи наблюдателей, чтобы контролировать подсчет. Власть с этим ничего не может сделать. Я слышал инициативу Центра Сбиркома о том, что надо бы как-то удалять этих наблюдателей. Мешают они работать? Мешаете вы работать? Ну, конечно же, мешаем. Протоколы составляют. Любая активность этой власти мешает. Они хотят ограничить, чтобы за две недели люди там начали уведомлять, что они будут наблюдателями. Там какие-то пороговые ограничения. Но с этим, я думаю, что в любом случае будем адаптироваться, справляться, если это будет. Будем сопротивляться этому. Но важно, что есть люди. Ну, как бы ценность – это человек для нас. И тут какие-то законы будут принимать. Сегодня они законы, завтра же другие. Но есть люди, которые готовы тратить свое время, готовы тратить свои ресурсы и идти наблюдать. И вот пока вот это движение, оно не ослабнет, а мы сейчас видим, что оно только набирает обороты, не только в Москве. Выборы вот мы будем набирать в 22 регионах, и там люди идут, записываются. Вот эта гражданская активность, она не спадает. И это внушает оптимизм. И, безусловно, мы видим даже, пусть вот эту немножко такую карликовую политическую реформу, которая у нас сейчас состоялась с новыми политическими партиями, с выборными губернаторов. Это же тоже, по сути, результат этой гражданской активности, как нравится кому-то или нет. Но власть так или иначе пошла на эти шаги. Они, может быть, робкие, может быть, они там полумеры, но мы видим, что есть какие-то определенные изменения. Что-то меняется, потому что мы видим, что они, опять же, боятся толпы. Они боятся толпы, они боятся большого количества людей, которые что-то там пытаются... Но, как вариант, это масштабное закручивание гаек. — Да, понимаете, вот мы наблюдаем две такие совершенно разновекторные события. — Одно дело, когда законодательство не, что называется, не подготовлено под ситуацию, я имею в виду и декабрь, и последующие, а сейчас очень четко оно формируется и формулируется, и чем дальше, я здесь с Сергеем абсолютно согласен, я каждый день прихожу на работу и в ожидании того, ну, что сегодня еще, да, интересного мне пришлют из охотного ряда. Не разочаровывают каждый день, каждый день что-то шлют. — Ну, это же, я думаю, наоборот, поощряет вот эту гражданскую активность. Вот я не знаю, понимают они это или не понимают, но к этому привыкнуть невозможно. Говорят, ну, привыкнут. Каждый день, как бы, да, вот... — Вы думаете, это вот вызывает обратный эффект? — Я думаю, что вызывает, потому что вы посмотрите, что вот эта стрельба, она ведется в разных направлениях. Сегодня выстрелили в одну сторону, задели там какую-то одну группу людей, которые там, ну, недовольны. Завтра выстрелили в другую сторону, значит, задели других. И вот эта стрельба, она идет беспорядочно во все стороны и задевает все время все больше и больше людей. И вот это как цепная реакция. А люди же общаются, люди же там, ну, пытаются каким-то образом противостоять этому. И это побуждает людей все более и более активно высказывать свою какую-то гражданскую позицию. — Вы согласны с этим? — Да, абсолютно согласен. — Сергей Никитин. — Да, согласен. — То есть вы считаете, что если власть показательно в дальнейшем, да, не состряпает процессы, преследования, то народ вот будет массово выходить и продолжать протестовать? А я думаю, что возникнет все-таки вот, знаете, фактор страха, опасения. — Маловероятно. Можно предположить, что реакция народа будет демонстрироваться другим способом, не выходом тысячных коллективов и тысячных толп на Болотный, на Сахарова, будет что-то другое. Может быть, будет более осознанное участие именно вот в процессе, скажем, тех же выборов, то, о чем говорил Григорий, и тому свидетельство действительно рост людей, которые желают стать наблюдателями, тому свидетельство минимальный рост, да, это очень смешно говорить, рост, но тем не менее появление таких людей, как КАЦ, который, скажем, пожелал стать депутатом, и нам можно сколько угодно смеяться над его попытками что-то изменить, вот, но безумству храбрых мы же песню поем, поэтому давайте смотреть вот, как-то искать какие-то положительные моменты. Я еще хотел сказать, что многократно упоминался термин закручивания гаек, вот всякий человек, который знаком с гаечным ключом и резьбой, знает, что она бывает срывается, и я не сомневаюсь, что несмотря на то, что вот наши любимые властные структуры, по нашему мнению, стратегически не размышляют, но вот это вот они, наверное, должны предвидеть, что есть какой-то предел, когда резьба перестает держать, и может быть, именно этим объясняется тот факт, что у многих людей из властных структур, как нам становится известно, когда мы с изумлением наблюдаем жаркие дискуссии в стенах Думы, у многих из этих людей и бизнес за границей, и домишко там какой-никакой на берегу Лазурного моря, и еще что-то такое, а дети их учатся, это же здесь ничего плохого нету, но это демонстрация того, что ребята предполагают, что на ком-то этапе резьба может рвануть, аэроплан стоит под парами, значит, там в каком-нибудь, может быть, аэропорту Малом Внуково, вот, и туда они перенесут свои героические тела и будут там завершать свой остаток жизни, а может быть, даже они предполагают, что и пенсия там будет. То есть, вот такая вот картина демонстрирует, что, в общем, понимание-то есть, что может рвануть на самом деле. А на ваш взгляд, вот исходя из этого, возможен диалог? Я считаю, что диалог, вот сейчас так вот, если глядеть на то, что творится, честно говоря, руки опускаются, но я считаю, что никогда не надо отказываться от диалога. Пускай тебя поворачивается спиной, пускай отказывается с тобой говорить, надо продолжать и продолжать. Мой личный опыт общения с российскими официальными лицами, в частности, допустим, с Министерством иностранных дел, говорит, что да, вот эти вот бесконечные мои общения с ними, там по каким-то темам, там, Сирия или договор о торговле оружием, я слышу, что они как бы придерживаются вот своей точки зрения, и это не разговор на уровне каких-то логических доводов, это я пытаюсь эти доводы и так и так преподнести, мне же выдается линия партии, вылетая в словах. Но тем не менее, тот факт, что такие встречи худо-бедно все-таки случаются, это очень тяжелая работа достичь вот того, чтобы встреча, собственно, состоялась. И какие-то еще другие моменты, которые я наблюдаю в моих попытках диалога и общения с властными структурами, все это говорит о том, что, в общем, медленно, со скрипом, очень медленно, но дело движется, и это утверждает меня в мысли, что диалог нужен, хотя и отчаянно берет. Понимаете, вот как запараллельные процессы, то есть, с одной стороны, генерация через Государственную Думу вот этих законов и законопроектов, ведь мы же с вами прекрасно понимаем, что Дума не самостоятельный орган власти, она не независима, да, все законопроекты согласовываются в обязательном порядке, а с другой стороны, есть какие-то попытки, но, вот, Екатерина, вы же были на митингах, да? Да, конечно. Вы же слышали главный слоган этих митингов? Ну, придем еще? Нет, там был еще один. Путин, уходи. Да, конечно. И очень активно, да, его провозглашают, но провозглашали на всех митингах. Вот, на ваш взгляд, когда одни говорят, ты уходи, да, а человек размышляет, ну, и как мне с вами вести диалог, если вы требуете моей отставки? Это к вопросу о том, возможен ли диалог в этой ситуации. Диалог, конечно, возможен, потому что власть должна разговаривать с народом. Я, наверное, сейчас скажу глупость такую девичью, да? Но мне кажется, что те, кто выходят на митинги, они настолько образованней, тоньше, интеллигентней и умней тех, кто им противостоит, что не могут эти серые троечники так еще долго упираться и портить нам жизнь. Честное слово, все-таки умный и остроумный человек, он выгоднее смотрится на их косноязычном фоне. Вот, я думаю, что в какой-то момент это все-таки сработает. Ну, когда люди выходят с лозунгами «накл», да, это может вызвать эскалацию напряженности. Это может вызвать реакцию ОМОНа, которую мы и наблюдали. Но когда люди выходят с лозунгами «не раскачивайте лодку», «нашу крысу тошнит», наверное, это все-таки смешно. Мне в эфире даже звонят отдельные слушатели, которые убеждены, что это же народные избранники, как вы вообще можете их законопроект обсуждать? Я говорю, подождите, как? Они публичные политики, я публичный журналист, я хочу обсуждать. Это, думаю, нелегитимно, мы ее не выбирали, мы же знаем, да? Нет, мне говорят, вы сеете, так, вы сеете смуту. Да, все вы сеете, да, это понятно. Сеете смуту. Мы все здесь сеем, мы пытаемся сеять это разумное, доброе и вечное. И я уверена, что всходы будут. Наши дети, это наша надежда. Я хочу, чтобы и мы эти всходы увидели, понимаете? Вот я постоянно слышу эту фразу. Вот у меня вчера был Анатолий Карпов, да, член Единой России. Я его спросил, я говорю, почему вот так вот в России-то все сложилось? У меня ответ делал откровенно, причем человек действительно, я его уважаю как личность, да, ну там бэк какой. Но мы не готовы к демократии. Это он, может быть, не готов. Вы его не спросили, почему он член, нет? Я спросил, что делают такие люди. Ну, там убеждение в том, что Владимир Владимирович это национальный лидер. Правда, убеждение, да? Да, да. Там есть, Екатерина, и такая, знаете, логическая цепочка. Это не то, что запрограммированный человек, нет. Он достаточно логично выстраивал свое мнение. Но мне пришлось ему сказать, что я его уважаю как личность, но, к сожалению, с его политическими воззрениями не согласен. Красивые и умные люди мне больше нравятся, чем некрасивые и неумные. Вот Карпов мне нравится больше, потому что он хотя бы красивый. А Каспаров, он такой некрасивый. Что просто прям ужас какой-то, а? Это такой женский взгляд Екатерина. Ну, посмотрите, они же все чудовищно некрасивые. Посмотрите на лица, которые вот сфотографированы были на митингах. И на этих. Ну, мурло, ну, мурле. Ужас. А мы вот сейчас уйдем на краткий выпуск новостей, и затем ваши звонки и письма в реальном времени. 19.48 сейчас в Москве. Это реальное время. Финам. ФМ. Здесь Екатерина Бермонт, Григорий Милконьянцы и Сергей Никитин. 65 10 99 6, код Москвы 495. Финам. ФМ. Наши средства коммуникации. Вот эту оставшуюся часть реального времени мы проведем в интерактивном режиме. Звоните, пишите. Игорь пишет. Насколько, по-вашему, справедливо данное утверждение? Мы и власти враги. Сейчас идет война. Именно так это все воспринимает власть. А если вы будете воспринимать ситуацию начи, то проиграете. Ваше мнение, господа. Вот вся эта ситуация, которая сейчас у нас есть, она как раз демонстрирует то, что, по сути, государство и интересы подменяются интересами какой-то определенной политической группы. И говорится о том, что, ну вот видите, значит, вот иностранные там какие-то организации там финансируют российские НКО, еще чего-то. И это нарушает как бы вообще просто наш чуть ли не суверенитет и так далее и так далее. Да, слово суверенитет звучит через слово. Конечно, да. Но они тем самым лукавят, потому что они борются, по сути, со своими оппонентами, которые, ну так или иначе, на поверхность выносят какие-то проблемные, очень важные вопросы, которые нужно решать. Ну, они их решать, видимо, либо не способны, либо нет желания. Они пытаются заглушить тех, кто эти вопросы поднимает. Поэтому... Но они власти, Григорий, понимаете? Они, впротивоположность нам, гражданскому обществу, да, обладают аппаратом подавления, репрессий, законодательства. Да, но в Конституции у нас написано, что единственным источником власти в Российской Федерации является народ. И никто не имеет права... А я думал, национальный лидер. Вот. Судя по последним решениям. И вот у нас власть, которую мы называем властью, да, она является лишь нашими просто вот там, ну... Нанятыми клерками. Нанятыми, да, клерками, которые должны обслуживать... А вы считаете... Вот подождите, господа, вы искренне вот так считаете, что абсолютное большинство российского общества относится к власти как к своим слугам? Нет, это тут сакральность, конечно. Там сакральность просто в четвертой абсолютной степени. Царь это в голове, да. Война идет, и милиция, полиция являются армией той стороны. То есть, понимаете, претензии к ним это одно, но претензии к нам... Безусловно, мы должны менять, конечно же, менять вот это просто вот, ну... Мировосприятие о том, что, безусловно, мы должны требовать. Вот говорят, вы там требуете, вы там чуть ли не за свержение этой власти. Нет, ну почему? Ну как бы вы же получаете... За сменяемость, есть такое замечательное слово, никакого свержения. Все в рамках закона, но только по-честному и по-взрослому. Екатерина, я хочу вас услышать. Вы так категорично лупанули наших политиков перед новостями. Дело в том, что вы меня спросили про один из главных лозунгов. Один из главных лозунгов у нас был «Мы здесь власть». Мы здесь власть, и мы делегируем какие-то полномочия вот некоторому количеству выбранных людей. А я сейчас-то слышу другую реплику, от моего голоса ничего не зависит. Вопрос о голосе. Зависит, зависит. Каждый должен сделать свой осознанный выбор, но должен подумать, что эта власть уже давно ни с чем не справляется. Действительно, здравоохранение у нас в чудовищном состоянии. Действительно, тюрьмы у нас переполнены. Действительно, в полиции у нас пытают. Хоть ее полицией назови, хоть ее милицией назови. Кошмар страшный. За то, как Грузию-то стали подавать. Ну, наконец-то. Да. Оступился Саакашвили. Ну, вот оно, счастье-то привалило. Да, и все вот так вот плохо. Ну, почему же мы должны жить так плохо? Давайте создадим какой-то саморегулирующийся механизм, чтобы мы могли говорить, вот здесь плохо. Исправьте, господа. А они исправят, если они сами не видят этих ошибок. А если не исправят, то на выборах мы их не верим. А если не исправят, мы их должны... Послать к праматери истории. Послать к праматери истории. Но ведь это все так просто и так понятно. И весь мир живет практически так, кроме вот тех вот изгоев, которые трясут там ядерными бомбами или там какими-то еще тяжелыми предметами. У нас сейчас друг в другой в Латинской Америке. И вот весь день сегодня слышу о том, что, да, крупнейшая российская госкорпорация вошла, там такое неупотребимое название месторождения на русском языке, да. То есть по-испански это очень добротно звучит, но на русском. И это главная новость. Екатерина, это главная новость. Пропаганда уже договорилась до того, что я сейчас иду в дебрях российского месторождения в Венесуэле. То есть эта девочка, она даже вообще не понимала, что она несет. Ну не понимала, да. Жалко, что она не понимала. Но ведь, ну почему мы должны жить в компании с изгоями? Мы огромная, великая страна с невероятной историей, с невероятной культурой. Почему мы должны жить в одной комнате с вот этим вот... Остановитесь. А то я сейчас уже боюсь, что вы что-нибудь еще скажете. Нет-нет-нет, я очень парламентски выражаюсь. Между прочим, дурак самое страшное слово, которое могу произнести. Ну давайте послушаем теперь мнение радиослушателей. 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм, наше средство коммуникации. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут, Аля? Алло, добрый день, Михаил, меня зовут. Да, Михаил. Вот последняя реплика вашей гости. Как получилось, я вчера тоже до вас дозвонился. Да. И говорил, что очень грустно было слушать, что там... Ваш гость тоже говорил, что ну вот здесь плохо, тут плохо, а как бы что делает для того, чтобы решить, ничего от него не услышали. Вот. И, собственно, вопрос. Как ваши гости считают, не помогло ли нам установление голосования не правым, а обязанностью наших граждан? То есть, чтобы все понимали, что это не просто, да, там они могут пойти выбрать, могут пойти не проголосовать, что это им все-таки долг каждого. Спасибо. Да, тем более есть такая практика, как штрафы за неучастие. Да, в Бельгии, например, если ты зарегистрировался избирателем и не участвуешь в выборах, пожалуйста, тебе приходит счет, что ты вот оштрафовываешь. Ну, вы поддерживаете, говорю, эту инициативу? Да нет, я думаю, что, как говорят, насильно мил не будешь, и заставить людей голосовать, ну, можно, конечно, машинально там, да, будут приходить, и все будет то же самое. Все-таки хочется, чтобы это все происходило осознанно, чтобы люди наконец поверили в институт выборов. И, в частности, я вижу задачу и голоса, и свою, чтобы людей убедить, что будет честный подсчет голосов. А то, что говорила Екатерина, это же банальность, на самом деле. Слушайте, если они не справляются, какого они сидят на этих креслах? И еще продолжают, да, и убеждены, что до 18-го года, или там в парламент у нас до какого-то, до 16-го года. 16-го. Я никогда не забуду вот этот истеричный визг, простите, по-другому не скажешь, руководителя фракции «Единой России», господина Воробьева, который вывел Жириновского, уж этот всегда с ними готов, да, разговаривать, по крайней мере. А не его даже, он его умудрился вывести из себя, крича на весь зал пленарных заседаний. Вы что, у нас хотите победу забрать? Я вот сидел, слушал, и я не понимал, где я нахожусь. Он что, сам поверил вот в это? И теперь мы должны в это уверовать? Добрый вечер, вы в эфире, алло. Добрый вечер, меня зовут Илья. Да, Илья. Вопрос, ну, скорее, наверное, к Григорию. Скажите, пожалуйста, дикое совершенно количество нарушений на двух выборах было недавно, особенно в Петербурге, меня, конечно, поразило, когда там, по-моему, председатели УИКов чуть ли не из окна выбрасывались, с результатами убегали. Вот скажите, какие-то дела, я знаю, там, юристы какие-то видели, какие-то результаты есть, это первый вопрос. А второй вопрос, не будет создаваться какая-то организационная структура общая, да, юридическая, чтобы все эти дела не хаотично рассматривались и заводились и велись, как сейчас происходит, а все-таки что-то централизованное было. Спасибо. Спасибо за вопрос. Это, честно говоря, моя боль, потому что тысячи нарушений были зафиксированы и лишь там единицы, которые были реально доведены до конца и было там принято судом решение в плане обвинения там тех или иных фальсификаторов. Практически нету сейчас прецедентов нормальных, чтобы сказать, что вот, фальсификаторы, бойтесь, что вот вы там совершите преступление, там, вбросите пачку бюллетеней или перепишите протокол и вас привлекут к ответственности. То есть это защитная функция государства, когда она просто поощряет таких людей и, по сути, говорит, что вы не переживайте, все будет нормально, все развалится. К сожалению, все эти дела, большинство из них, они не нашли поддержки ни в следственных органах, ни в судах. То есть факты, допустим, имеют место. Кто это сделал? Непонятно. Кого наказывать? Непонятно. Этот не до конца виновен, этот не до конца доказан, что виновен и так далее. То есть вот эта вся свистопляска не только по выборам, по многим вещам тоже не находит своего отражения в судебных решениях. Что касается объединения ресурсов, такое происходит. Это очень сложная процедура, потому что необходимо большое количество юристов, которые будут по всей стране заниматься схождением в суды, помогать гражданам, представлять их интересы, вот, и мы не отступаем, мы продолжаем эту работу, и я убежден, что в любом случае мы пробьем эту все-таки стену. То есть работа ведется у нас? Конечно, до сих пор ведется работа, да, у нас эта работа ведется, и не только у нас, и у наших партнеров, так что сотни исков поданы, но вот сейчас вот все в работе находится, так что не переживайте, все, что от нас зависит, мы делаем. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло. Да, здравствуй, вы в эфире. Здравствуй, Сергей Челябинск. Здравствуйте, Сергей, пожалуйста. Да я все по поводу последнего времени стараюсь все время возвращаться домой поездами, ну и проводить свой небольшой собственно-опрос в тамбуре, за сигаретой. Все, хочу найти человека, кто голосовал за него. Но вы знаете, не получается. Ну, может, Сергей, может, в Челябинске нет такого? Я вчера Карпова слушал, который говорил, что у нас лидер, то прочее, ну нельзя так лгать. Я же гордился им, когда он за страной играл, а он получилось, ну убил. А сегодня тем более посмотрел Лебедева, лекции про коррупцию, ну все, тоска на сердце, выйти охота. Зачем я прожил эту жизнь? Да, вам спасибо. Екатерина, я хочу, чтобы вы вот Сергею ответили. Вы знаете что? Опять же, возвращаясь к нашим митингам, я видела прекрасный плакат. Стоял человек, подняв картоночку и писал, на нем написано, на этой картоночке, делайте партию, а то уеду на дачу. Уже давно пора делать партию. Действительно. Я не понимаю, кто должен это сделать. Но партию надо сделать, которая была бы чем-то, ну вот настоящим. Господа, ну меня же слушает сейчас огромное количество в России людей. Лицедейству надо противопоставлять реальные дела. Давайте наконец сделаем партию, ну сколько можно? Начать-то можно и с малого, с партии, например. Совершенно верно, да. Если речь идет о том, что невозможно или мы не можем увидеть реального диалога властей с гражданским обществом, то ответ от властей может поступить такой. А с кем конкретно разговаривать? Дайте нам, вот какая у вас есть, какая-нибудь, вот у нас худо-бедно в Думе есть некая схема представительности. Как бы выборы, как бы выбранные люди, они как бы представляют вас, да. А от вас, товарищи, вот где, кто там у вас, Навальный, не Навальный, вот. Собчак, не Собчак, да. Да, вы разберитесь там, вот на самом деле все это подводит нас к следующему этапу. Я надеюсь, очевидно, мы можем предполагать. После митингов каких-то, вот уже, по-моему, звучат голоса о том, что нужна какая-то организация. Вот я хочу просто сейчас проанонсировать, сказать, что сейчас идут выборы в Координационный Совет Российской Оппозиции. И я думаю, что это первый такой вот шаг для того, чтобы действительно говорить о том, что вот эти лидеры оппозиции кого-то представляют. Пусть проголосуют 100, 200 тысяч человек. Они будут представлять этих людей, у которых есть, будут их легитимные представители, которые как раз вот этот диалог, о котором вы говорили, могут и с властью вести. Ну, коль скоро мы анонсируем, я также тогда проанонсирую, в ближайший вторник, 2 октября, Леонид Волков, председатель вот этого Центра Сберкома, да, по выборам в Координационный Совет Российской Оппозиции, будет второй раз у меня здесь за последние две недели. Я специально его во вторник приглашаю одного, чтобы он вот отвечал исключительно на ваши вопросы технические, нетехнические, процедурные и все остальное. Господа, спасибо огромное, мне было крайне приятно с вами общаться. Это реальное время, Финам.фм, после краткого выпуска новостей, итоги дня.